Сахара мицетты буларади. В аптеках это препарат энтерол. Это дрожжи, которые были найдены изначально в плодах личи. Они подавляют рост кандиды, образование биопленок и адгезию. Каприловая кислота. Она также подавляет морфогенез, адгезию и образование биопленок кандиды у людей. Вот этот препарат, например, на Айхербе. Есть еще монолаурин. У них действия похожие. Можете выбрать между ними двумя. Они оба компонента из кокосового масла. Оба хорошо помогают. В принципе, почти одинаковое действие у них. Кора муравьиного дерева. Или она же еще паудеарка. Обладает противогрибковым действием против 11 видов грибов. На Айхербе ее очень большой выбор. И она и в капсулах, и чай. Но вообще самую лучшую активность показал это или этанольный, или водный экстракт. То есть лучше, конечно, ее делать чай из нее. Или если же вы будете покупать капсулы, они в принципе тоже помогают. Вообще я люблю очень эту траву. Но капсулу, если будете, можно в принципе раскрыть и тоже ее в чай высыпать. Но единственное, надо смотреть, чтобы не было никаких лишних наполнителей. Здесь вот еще общее. Какие растения вообще проверяли на противогрибковые эффекты. И наиболее сильные из них были это земляника виргинская. Она родственница садовой земляники. Ну, думаю, в землянике обычной. Но садовой такое же, наверное, будет действие. Но также были здесь проверены и лучшими были Иван-Чай-Ускалистый, Лопчатка-Симплекс, Береза-Олеганская, Ольха-Зеленая, Золотарник-Гигантский. Масло душицы, или оно же масло орегано, обладает противомикробным и противогрибковым действием. Подавлял кандиду. Но корвалкол, который является одним из действующих веществ в масле, не демонстрировал этого эффекта. Помогало само масло орегано. Но дозировка там была 8,6 мг на килограмм массы тела. Но, конечно, все-таки для человека это большая дозировка. Поэтому или лучше его комбинировать, ну или попробуйте, если у вас не такая запущенная форма, может поможет. Это все очень индивидуально. Вагинальные свечи с чайным деревом. Подавляли кандиду. Ну, также здесь еще написано, что свечи с пробиотиками тоже помогали. Но единственное, чтобы была большая дозировка там. Поэтому, наверное, такие трудно найти будет. А вот свечи с чайным деревом. Вот они есть на Айхербе. Но, конечно, все-таки их надо комбинировать. Потому что просто свечами навряд ли вам поможет. Катло чеснока. Здесь проверяли. Ну или вообще чеснок, да? Он проникает в клеточную мембрану кандиды и разрушает ее. Вообще здесь дальше написано, что вообще кандида, она образует очень трудные такие биопленки. Их вообще трудно разрушить всеми препаратами, которые сейчас противогрибковые. Поэтому, ну вот, попробуйте масло чеснока. Ну или же свежий чеснок. Поскольку есть алицин, действующее вещество, оно появляется в основном тогда, когда вы режете чеснок. Поэтому, если вы его режете и едите, там эффект, конечно, тоже очень сильный. Витамин С. Ну, он тоже подавляет в больших дозировках кандиду. Но тут, конечно, такой длинный процесс. Очень трудно все это объяснять. Они тоже, в принципе, еще сами особо не разобрались, как это действует. Но это действует. Поэтому С витамина тоже обязательно должен быть добавлен. Он и иммунитет повышает. И без него, конечно, никак. Так, медь. Ну вот, медь, опять, они тоже еще не совсем знают эти механизмы. Но она борется с грибками, с разными, в том числе с кандидой и ее мутантами. Ну вот, я еще оставлю ссылку на один файл PDF. Там тоже на русском очень так четко объясняются действия, на какие, как она вообще действует против микробов, различных грибков и различных других патогенов. Тоже почитайте, там интересно. Его низкий уровень связан с восприимчивостью к инфекциям. И вообще, у кого кандида, он тоже понижен. Мышам с инфекцией добавляли небольшую дозу D-витамина. И это уменьшало грибковую нагрузку и улучшало выживаемость. Но, опять-таки, кому давали большие дозы, у них были и плохие результаты. Поэтому не борщите. Обладает значительной активностью против бактерий, вирусов, грибков, дрожжей. Разрушает биопленки и помогает при устойчивых штаммах. Особенно помогает при кандиде и клетококе. Уменьшал количество жизнеспособных клеток при всех концентрациях. Пробиотики. Пробиотики и лактобацилус, раутеры, рахмонус, ракосей, болгарская палочка. Они борются с кандида. Лактобацилус, ацидофилус и ферментум борются с биопленками. Даже лактобацилус, рахмонус был сильнее препарата кистатина. И, конечно, если вы хотите покупать, выбирать пробиотики, я все-таки советую зайти на этот сайт и смотреть, какие пробиотики были лучшими при оценках, при исследовании. Потому что вообще такая частая проблема пробиотиков, это их меньше, чем вообще заявлено. Иногда там даже до минус 97% меньше. Бывает, что больше, плюс 200%. Поэтому даже хорошо искать, где больше, конечно же. Поэтому всегда пробиотики выбирайте только качественные, хороших фирм и проверенные. Потому что в аптеке тоже часто такое можно найти. Может, они там будут, но их там будет мало. И они будут еще, может быть, загрязнены различными другими грибками. Поэтому, конечно, осторожно с пробиотиками. Они могут даже навредить, если что-то не то купите. Сиратрол. То есть, это из семян винограда. Проявляет противогрибковую активность, но механизм они еще не знают, неизвестен. Но является потенциальным средством для лечения грибковых заболеваний человека. Так что... Серебро. Но здесь пишут про наночастицы серебра. Оно также вредно для грибковых клеток. И, конечно, вот, например, из наносеребра, вот здесь есть такой препарат, который наносеребро. Но, в принципе, я читала исследования раньше другие. В принципе, обычное серебро тоже помогает. Но с серебром проблема то, что его нельзя принимать больше трех недель. Это для лечения. Для профилактики нельзя. И осторожно с дозировками. Не перебарщивать. И, в принципе, и, конечно, у серебра проблема то, что он больше помогает именно местно. Поэтому, конечно, вот, например, с ним там... То есть, местные какие-то делать... То есть, что-то такое вот там придумать с ним. Это будет лучше. Можно принимать вовнутрь тоже. Принимают. Но все-таки осторожно. И, конечно, детям тоже ни в коем случае. Экстракт семян грейпфрукта. 33% проявляет сильную противогрибковую активность против кандиды и других дрожжевых штаммов, подобных грибам. Но низкая активность против дерматофитов и плесени. Например, вот такой вот препарат Найхерби как раз 33%. То есть, этот можете посмотреть. Но, например, вот цитросепт, который в аптеках продается, ну, я бы его не советовала. Потому что там процент не написан. Это значит, что он слабый. Намного слабее, чем 33%. Ну, вот что бы я еще бы, например, рекомендовала бы. Это, например, вот такой вот препарат. Потому что у него, например, состав такой хороший. Здесь там и каприловая кислота есть, и паудеарка, и грейпфрукт-экстракт, и чеснок, и чайное дерево масла. Обычно очень редко можно найти препарат, где, например, есть чайное дерево, которое можно вовнутрь принимать. Поэтому вот его тоже советую. И вот, например, такой есть, такие вообще есть препараты. Это ферменты, которые именно разрушают именно биопленки. Поэтому вот его, конечно, комбинировать с другими всякими травами очень тоже было бы неплохо. Ну, в принципе, можно и без него обойтись. И вот что бы еще хотел сказать, это биотин. Вообще биотин, у него такие исследования странные. Одни, наоборот, говорят, что он, то есть кандида питается им. Другие, наоборот, говорят, что он нужен, чтобы подавлять. Поэтому, ну, есть препараты, которые тоже, там, у них есть биотин в составе, чтобы подавлять кандиду. Поэтому, ну, в принципе, можете попробовать. Не думаю, что хуже будет.